Евгений Куйвышев наградил лучших педагогов Свердловской области. Лучшей в номинации педагогический работник дошкольной образовательной организации стала учитель-логопед Азбестовского детского сада номер 52 Алла Долгих. Чувствование педагогов – это, безусловно, значимое событие и многолетняя традиция, которая будет продолжена и впредь. Ведь учителя – люди интеллектуального, нравственного и духовного труда, играющие важнейшую роль в формировании общества. Об этом глава региона Евгений Куйвышев заявил 7 декабря, поздравляя победителей и финалистов конкурса на соискание премии губернатора Свердловской области педагогическим работникам в 2015 году. Ни в какой другой профессии нет такой самоотдачи, такого душевного и созидательного отношения к своей работе, как к профессии учителя. От всей души благодарю вас за чуткость и внимательность, умение найти подход к детям, максимально раскрыть способности каждого ребенка. Губернатор также отметил, что система образования – самый большой и важный элемент социальной сферы, поддержка которого является одним из приоритетных направлений работы региональной власти. Сегодня в Свердловской области мы достаточно на протяжении многих лет уделяем пристанному вниманию всестороннему развитию системы образования, самого большого и важного элемента социальной сферы. На ее финансирование ежегодно направляется не менее трети всех расходов областного бюджета, так как в этом году на эти цели было выделено почти 42,5 миллиарда рублей. И в 2012 году мы впервые представили субсидии муниципального образования на реализацию нашей программы «Уральское жилье в нашей школе». Губернатор также обратил внимание на то, что Свердловская область является лидером среди регионов России по ряду показателей. Отметим, что за последние два года в Свердловской области за счет бюджетных средств в 27 муниципальных образованиях создано 30 базовых площадок Дворца молодежи, которые стали центрами гуманитарного и технического творчества. Кроме того, удалось повысить заработную плату работников дошкольного, общего, дополнительного и среднего профессионального образования до уровня средней заработной платы в целом по экономике Свердловской области. Безусловно, мы продолжим эту работу по материальному стимулированию педагогических кадров и повышению квалификации, решению их жилищных проблем. Не поступим себя и на дальнейшее оснащение материально-технической базы детских садов и школ, чтобы детям было безопасно и интересно там находиться, а учителям комфортно и благотворно. Еще раз поздравляю вас с победой в области, благодарю вас за высокий профессионализм, самоотдачу и желаю вам дальнейших успехов в работе, крепкого здоровья, личного счастья и благополучия. В ходе торжественной церемонии награждения, которая состоялась в резиденции губернатора, 18 лауреатов в шести номинациях получили награды из рук главы региона. Лучшей номинацией «Педагогический работник дошкольной образовательной организации» стала учитель-логопед Азбестовского детского сада номер 52, Алла Долгих. Кроме этого, еще три педагога дошкольного образования вошли в десятку лучших. В номинации «Педагогический работник дополнительного образования» одной из лучших стала Юлия Полушина, педагог Центра детского творчества имени Авакумова. Победители конкурса в каждой номинации были поощрены денежным вознаграждением в размере 270 тысяч рублей. За вторые и третьи места премии составили по 220 тысяч и 160 тысяч рублей.